На самом деле, 18-й год. Самый сложный год в истории Каравангрупп. Из-за просрочки в 300 миллионов арестовывают ресторанный комплекс Чинарос, который стоит 7 миллион долларов. У меня там телевизора нету, холодильника нету, плиты нету. Она говорит, что вот здесь живет хозяин каравана? Мы видели полное непонимание о нашей отрасли со стороны чиновников. Сколько судов, сколько апелляций, сколько касаций, сколько времени и сил у меня на это ушло. Я превратился в больше последние 5 лет в адвоката, нежели в ресторатора. Будем делать бешбармак, шельплдок. Раз ножом, раз горький перец отсюда, раз сорвал. Чинарос мы готовим именно родников в воде. Какой ресторан можно этим похвастаться? Мы готовы хоть завтра продать любой из своих ресторанов, попробовать выйти на IPO. По-моему, в Ташкенте, в Узбекистане еще не один ресторан. Тимур Дамир, узнаю, Тимур Дамир, планов громадье. Креативные продюсеры кайфа. Так, кому пожрать, давай все. Что такое хороший ресторан? Атмосфера, помноженная на кухню и сервис. Именно помноженная, а не прибавленная. Атмосфера же это не только там эмбиенс, музыканты, которые работают, я не знаю, там официанты, которые обслуживают. Атмосфера это даже те люди, которые приходят в этот ресторан и сидят с вами с соседним столом. Понимаете, когда вы, вот у меня было такое место, любимое в Лондоне, Стрингфеллоу, это такой мэнс клаб на Трафальгарской. Вообще шикарно. И у меня друг говорит, пошли там с тобой на улицу Красного Фонаря. Я говорю, ну нафиг улицу Красного Фонаря. Пойдем, поедим. Да, нет, пошли вот в мэнс клаб. И мы сидим в мэнс клабе, у нас там счет 300 фунтов, это почти 500 долларов. Он говорит, ну нафиг мы сюда пришли. Я говорю, смотри, вон там колплей сидит. Вон там знаменитый Терри футболист. Челси, да. Вот здесь там тур был, забыл, как тоже знаменитый такой. Я говорю, смотри, в какой атмосфере, смотри, как здесь кайф. Он говорит, да ну вот. Поэтому, знаете как, не каждый может это чувствовать. Так же, как и спектакли в театре, знаете. Не для всех. Я задавал вопрос у себя в Инстаграм. Говорю, что вот мы снимаем с известным ресторатором выпуск. Ну, накидайте чисто с улицы вопросы. Знаете, какой самый популярный вопрос был? Через какое время окупается ресторан? Понятно, что это зависит от множества факторов. Да, давайте попробую ответить на этот вопрос. Потому что, смотрите, есть рестораны, которые для имиджа. Они могут выкупиться за три гастрономических вечера. Пришел, увидел, победил. Ну, понимаете, да, потому что цель не отбить вложенные деньги. Есть рестораны, которые могут окупиться за год, если они удачно стрельнули. Например, караван со своими вложениями в 50 тысяч долларов окупился за первый год. Например, ресторан, в который я вложил, ну, самый большой, давайте попробуем, Чинарос. 7 миллионов долларов. За все время. В Чинарос мы вложили 7 миллионов долларов. Он, ну, наверное, если не учитывать, что наш кредит синфлировал, он не оправдал до сих пор. Просто нам повезло, что мы брали в 2014 году 10 миллиардов, и это было 4 миллиона долларов, и 3 миллиона долларов было уже собственное участие. А сегодня, в 2014 году, ну, мы 9 уже отдали, но все равно даже с процентами там вернули, грубо говоря, там 2-3. Ну, потому что инфляция. Я понимал, что идет инфляция, и когда мне все говорили, зачем ты набираешь кредиты, я все понимал. Я сознательно шел, я понимал, что при инфляции 20, 30, 40, а то и 100% годовых кредиты помогут мне развиваться. Когда мне говорят, он делает пирамиду. Ну, какую пирамиду? Если я строю один ресторан, его закладываю, строю второй ресторан, его закладываю, строю третий ресторан. Какая это пирамида? Это рабочие места, это развитие инфраструктуры. О, как приятно. Бабурки, идемте сюда? Пожалуйста, в кадр, на минутку, ну, на минутку. Так приятно как раз. Вот, знаете, я люблю караван. Раз, вот такие братья приходят. Красиво. Присоединяйтесь. Он уставший, видно по нему. Выжатый. Вот видите, как приятно. Вот за это я люблю караван. Караван – это место наших друзей, друзей наших друзей. Здесь была одна очень большая проблема, скажи, большая проблема – перестать пить в ресторане. Перестать пить? Да, потому что каждый день кто-то из близких справляет какое-то особое мероприятие. А, вам перестать пить. В ресторан же не ходят, не знаю, там, на панихиды какие-то, да, и очень редко. Или, там, замаливать какие-то, этот, гореси. Отдыхать, отдыхать. Идут радоваться, наливать, чтобы, блин, жужжало застолье, понимаете, пружжало. И у меня были проблемы, когда я прям чувствовал, что я начинаю спиваться. Там, когда ты, там, в неделю подряд пьешь каждый день, вроде все хорошо. У меня было… О, гениальный старый, скажи. Ну, давайте. Нигде в эфире не было. Значит, в 2000-м открылись, в 2001-м году. Ну, я что, домой приезжаю, пьяный, 3-4 часа ночи, утром убегаю, мама видит все это, уже говорит, слушай, ну, она позвала гомеопата. И он выписал мне какие-то порошочки, которые я должен был каждый день пить. Я смотрю, мама переживает, я, короче, думаю, ладно, перестану пить. Короче, ограничил свои пьянки, приезжает, стал домой, там, в пол, второго, в два, уже не тусовался по всем клубам. Где-то это месяц происходит, вдруг появляется этот гомеопат, и, типа, он меня вылечил, мама такая, ну, и как ты, говорит, мои, говорит, порошочки пьешь? Я говорю, нет, курю. Это юмор, да? Тимур Данович, вы сказали, что вы без образования, но вы же МГУ закончили. С красным дипломом, если не ошибаюсь. Да, я закончил МГУ с красным дипломом в 2000-м году. Социологический факультет, кафедра, муниципальное государственное управление. Знаете как, социология, это же, наверное, не просто образование, это, наверное, уже образ жизни. Я на все смотрю, почему это так, и что нужно сделать, чтобы что-то поменять. И здесь наука мне сильно в помощь. Так называемых социологических опросов и работы с эмпирическими данными, это все хорошая часть не только работы в ресторанной отрасли, но и хорошей, чтобы и наши уважаемые чиновники к социологии относились как к науке, потому что на многие процессы можно получить взгляд здесь, сейчас, и не надо на это тратить большие деньги, на эту экспертизу. Можно гораздо проще это все сделать. Главное, чтобы это делали профессионалы, а не поддакивающие, недообразованные гаврики. Вы всегда что-то готовите, угощаете людей, зовете, общаетесь, вот это, да? Это вот внутри вас расположено? Я люблю пожрать, моя страсть пожрать превратилась в профессию. Да. Вот это караван. Как он родился? Все-таки это бренд. У него были и хорошие времена, и плохие, сейчас, судя по всему, опять хорошие. Как он появился? Вот, помните, старый детский мультик, подсчетствие капитана Врунгеля, по-моему, назывался. На победе. Да, и там вот как корабль назовешь, так он поплывет. Вот мы назвались караваном, и вот идем, несем этот путь. И даже, наверное, когда мы выезжали в 99-м году, когда Бабура Исмаилов рисовал эскизы сегодняшнего каравана, мы до конца не понимали, куда мы придем. И слава богу, что этот путь интересный, с очень интересными людьми, потому что приятно готовить для интересных гостей, необычных гостей, знаменитых гостей. Вот у нас там Кэмерон буквально вот на этом месте три недели назад пол сам готовил. Ну, как готовил? Бабур готовил, а Кэмерон... Мешал. Мешал, да. И потом спрашивал, возьмешь меня на работу? Вы когда караван открывали, вы изначально планировали, что это будет, в общем-то, туристическое место? Или так получилось? Я вообще не считаю, что караван туристическое место. Да, в караване много туристов. Половина это наши местные, либо те, кто привели своих гостей. Вот у меня есть друг, слушай, говорит, в Ташкенте был, да, в караване был, да, не был в Ташкенте. То есть, если не был в караване, не был в Ташкенте, потому что караван стал такой гастрономической частью посещения Ташкента. Был в Ташкенте, не было в караване, до свидания Ну так и есть, так и есть Поэтому считается хорошим тоном, когда к вам приехали дорогие гости, пригласить в караван Потому что фишка каравана, если зайдешь на кухне, там почти 30 поваров работают 29-28, в зависимости от ротации Мы готовим плов, шашлык, куча узбекских разных блюд, салаты, соленья У каждого блюда есть свой повар Потому что не может один человек в узбекской кухне быть классным и ошпазом, и все блюда готовить И очень многие, кто открывают узбекские рестораны за рубежом, они плохо себе представляют Говорят, слушайте, нам нужен повар, который готовит узбекскую кухню Плов офигительно делает, шашлыки офигительно, еще лепешки лепит Не бывает Вот лепешки делает новой И вот у нас новой, который делает лепешки и может приготовить иногда тесто для самсы Но уже самсу вылепливает и кладет туда мясо Совершенно другой человек Вот фишка каравана, что вы можете одновременно прийти У вас всегда хороший плов, самса, шашлык и там казан-кабоб, я не знаю, чалпанча, всякие лагманы Почему первый узбекский ресторан был долгое время у вас, слоган такой, мотто? Были кафешки, которые готовили узбекскую кухню, были очень хорошо оформлены дизайном узбекские рестораны Там дом кино, еще какие-то, которые готовили биштексы, которых узбекских блюд почти не было В лучшем случае там полпорции шурпы или там полпорции мостовые Все остальное было какие-то там французские названия, даже не буду их повторять Так получилось, что в 2000 году, когда мы открылись, в 2009 начали делать дизайн Мы сделали бабур с моей мамой, это их заслуга Я тогда вообще мало что понимал в ресторанном бизнесе, я был такой менеджер Я пытался везде просто управлять Сделали первый такой аутентичный дизайн, такого классического дома, узбекского В том доме, в котором когда-то жила моя мама в Махале, мой отец жил в Махале И было такое поверье, что самая вкусная еда всегда дома у бабушки В детстве у бабушкином доме всегда самая вкусная Ну и вот караван это такой кусочек вашего детства, где самая вкусная еда Мы очень внимательно относились к рецептам, которые нам несли наши гости ресторана Многие делились семейными рецептами, многие приводили сюда своих дядь, теть, жен Которые здесь готовили, показывали, как это нужно делать И эта традиция открыта до сегодняшнего дня Мы с удовольствием берем какие-то рецепты, если они гениальны, и их внедряем И по всему миру ищем интересные кулинарные какие-то рецепты Я в Кашмире нашел сады бабуридов Был замечательный ландшафтный архитектор Ренат Резбекович Назаров Это он создавал ландшафтный дизайн каравана И он тогда мне рассказывал о садах бабуридов, тимуридов То есть были когда-то восточные сады, которые, к сожалению, утратили на территории Средней Азии Не знаю, там, коммунистам спасибо Сады, сады прям, деревья Что такое японский сад, вы знаете? Да Что такое там классический английский сад, французский сад, мы знаем Что такое классический сад Средней Азии? Не знаю Вот видите, на самом деле это далеки тополя, это арык, маджинонтол, ива простирается Это кипарисы, я это нашел в Саренагаре То есть, к сожалению, вот Рената Резбековича уже много лет нету А так я был бы счастлив, конечно, если бы ему это показать Потому что он этим был болен, он безумен своей идеей возродить этот восточный сад Именно он дал название Чинарос, просто он дал его название более классическое Кошчинор, сад Чинар А мы его, мы были молодые, клубная культура, мы как Чинзанна, Чинарос Вот такую тему хотели Мы вообще СМИ собирались там строить Чинарос Прикольно В подвале должен был быть СМИ Где-то в 100 квадратных метрах А наверху должна была быть маленькая чайхана, которая даже караванный, да, был караван и СМИ Такой тандем Чинарос остался с вами Очень уникальный проект, мне кажется Часть Чинароса осталась с нами К сожалению, какой-то части нам пришлось лишиться Думаю, что это правда просто времени Сейчас будем обратно выкупать свои активы Но над Чинаросами была большая-большая мечта уже 20 лет назад Сделать несколько спа-отелей Если вы знаете, во времена Гульнары было запрещено делать спа-отели Это было монопольно право только ее офиса И вот сейчас, слава богу, мы начали проект Уже сделали замечательные готовые архитектурные решения АПЗ, к сожалению, до сих пор бьемся с чиновничеством за реализацию этого проекта Ну дай бог, вода камень точит, победим, наверное А как создавался проект? Я сюда приехал в 2002 году Влюбился в этот проект Приехал Алишер Назиров И мне говорит, тебе там нужен был японский ресторан Мы как раз строили из Уме Это уже 2005 год Есть замечательный японец, который готов приехать в Узбекистан поработать Приехал сюда Коза Иватани Влюбился в эту архитектуру Ландшафтную, да Именно ландшафтную архитектуру То есть то, что сделала сама природа И построил здесь сад камней И Коза Иватани как ребенок радовался Потому что надо было собирать не просто камни А именно темные камни Темно-серые, темно-коричневые, темно-красные Вот если обратите внимание на наши камни Это лучшие камни Ну и вот дай бог вот здесь вот мы Когда выстроим отель, мы создадим барельеф Это уже идея дядя Шапиры К сожалению, тоже ныне покойная Вообще, старики, конечно, очень сильно помогали мне Произвать этот проект Это Васильевич Ртиладзе Сергей Михайлович Сутягин Рафаэль Ахатович Хайрулин Архитектор, это автор здания Дома кино И автор Академии художеств Где у меня барханговый клуб как раз Старики, они, конечно, надо мной сюда смеялись, подшучивали Говорили, что я племени образованные Но, тем не менее, я старался прислушиваться к ним И они очень многое сделали для развития этой территории Потому что Эдард Васильевич курировал этот проект Как археолог, соответственно, ко мне уже не подбирались Всякие там фонды охраны окружающей среды Или охраны памяти, культурного наследия Потому что, ну, такой гуру стоял во главе Буряков Академик Юрий Федорович Тоже очень много нам чего посоветовал Дядя Шапир сказал, слушай, говорит, нахрен ты выстроил это здание? Надо было прозрачное стекло, чтобы видна была природа Чтобы человек соединялся с природой Кстати, вот этот родник питьевой воды Видите, ведь фишка Чинарос А вот мы сейчас с вами 50 метров поднимемся И увидите, что воды больше нет Это вода из-под земли И в Чинарос мы готовим именно на родниковой воде Какой ресторан можно этим похвастаться? Прекрасно То есть и чай на родниковой воде И все блюда на родниковой воде Ну и поэтому здесь такие редкие виды рыб Как форель, афетр, живые плавают Один мой товарищ сказал, что ни один адекватный человек В ресторанный бизнес не пойдет Потому что там очень много рисков Очень много факторов, на которые невозможно Он прав У нас уже неадекватное слово Он может быть неверно подобрал Но вы знаете, я когда начинал Это непростой бизнес Караван Я когда начинал караван Я вложил 15 тысяч долларов своих Потом я продал свои золотые На то время за 5 тысяч можно было квартиру купить За 3 тысячи можно было купить Трехкомнатную квартиру на Чаланзаре Я ее потом на следующий год продал Вот Тестра, скажи, это классная история Значит Можно откровенно, да? Конечно Конечно Когда я открывал караван Я вложил свои 15 тысяч, которые я заработал в Москве Я продал свои золотые часы и Хундай Еще за 10 тысяч Добавил 25 То мне не хватило Мне близкие наши друзья Заняли еще там 10 или 15 тысяч И я из дома забрал все Холодильник, телевизор, кондиционеры Ну, в общем, и как-то я привел туда через 3 месяца успеха Каравана, который сразу начал качать тут очереди Реально прям Люди просто приходили посмотреть Потому что это было что-то новое Другое пространство В этом смысле Бабур с Май Мама Они сделали фурор И вот этот дизайн, он до сих пор актуальный Потому что это была классика Потом было еще Следующие несколько лет Подражание а-ля каравану Тоже было очень веселых Много таких проектов Никто не остался из них Ну, так вот Я пригласил как-то в гости подружку И она так смотрит У меня там телевизора нету Холодильника нету Плиты нету Она говорит Что, вот здесь живет хозяин каравана? Как я говорил Ресторанный бизнес Это, с одной стороны, обуздать человеческий фактор С другой стороны Если у тебя есть Талант И любовь к людям Как говорил Карнеги Если ты не умеешь улыбаться из-за прилавка Тебе нефига Делать там Кафе или ресторан Или там прилавок Если ты это любишь Ты можешь Относительно небольшими деньгами Начинать делать И масштабироваться Но Большая проблема У владельцев ресторанов Вам это скажет Любой владелец сети С первого ресторана второй Со второго сразу третий Вот здесь начинаешь Сильно спотыкаться Пока ты это не систематизируешь Причем Систематизировать до конца ресторан Невозможно Потому что Это небольшие Относительно доходы И вы не можете Нанимать Ярких специалистов Которых например Нанимают авиакомпании Или сетевые отели На ресторане Очень легко Сжечь деньги И очень сложно Их заработать Я например Модель которую выстроил Я не заработал На ресторане Я сделал хитрую вещь Я брал кредиты А кредиты Обесценивались А действующий бизнес Покрывал Сопровождение кредитов С точки зрения процентов В итоге Оставалась недвижимость И таким образом Вот мы пришли В 19-й год 2019 год 2019 год На самом деле 18-й год Самый сложный год Тори Караван Групп У нас не так много кредитов У нас порядка 5 миллионов долларов кредитов И порядка 15 миллионов долларов Залогов под них Нас начинают Терзать С разных сторон Кредиторы Нет Банки Банки МИБы Ну собственно по делу Нет Ну как дали деньги Хотят обратно Да Но когда вы Не отдали За два месяца Деньги У вас начинают Зыскивать Сразу Всю сумму Кредитного пакета Соответственно У вас получается Огромная Госпошлина И МИБ тут же На вас На ваше имущество Ставит арест Например у меня Из-за просрочки В 300 миллионов Арестовывают Ресторанный комплекс Чинарос Который стоит 7 миллионов долларов За 300 миллионов Сом Нет не по делу Знаете как Вот 2024 год Уже сегодня Неголословно Будем утверждать Что вот мы выиграли Несколько судов Вот готовые кейсы Мне даже не интересно Эту тему говорить Потому что знаете Это интервью останется Дай бог нашим детям Ничего мы будем рассказывать Семинутные проблемы Давайте о каком-то Высоком и настоящем Пошли все нафиг Вас долго не было Пошли все нафиг Кто не с нами Ну ничего Мы готовились Вот сейчас мы Откроем музей плова Через 3 месяца Дай бог Вот вчера был Возь Альянсбанки Все нас финансируют У нас нормальные залоги Нормальные обороты Это первый банк Который за 5 лет Нам сказал Окей мы с удовольствием Вам дадим кредит И это сказали И вообще увидел Других банкиров Такое ощущение Что у меня раньше Банкир был Слово нарицательным Знаете А тут я увидел Работающих Думающих ребят Мы разговаривали 10 минут Кирилл Мы 10 минут Поговорили обо всем Какие проекты Караван Групп с вами Только Караван И Чинарас Были же раз Челси забрали А потом еще Эти ребята Открыли С нашим названием Челси И пришли У меня потаху брать Я говорю Подожди Какая потаха Тысяча долларов В месяц За использование бренда И все Не надо потаха Никакая И они Стали с нами Тараньца Нам пришлось Обратиться В монопольный комитет Нам пришлось Обратиться В управление По охране Интеллектуальной Собственности Слава богу Эти инструменты Средние Охрана интеллектуальной Собственности Хорошо работает Монопольный комитет Плохо работал Но нам Почти год понадобилось Чтобы заставить Снять Челси С тех пор Они называются Лондон Было обидно Когда Используют Твое имя Многие гости Не знают Они приходят Челси А это не Челси У вас просто забрали Передали другим хозяевам Да так получилось Ну да Кто-то купил Название Это наше У нас было На него То есть купили Никаких проблем нет Но Здание Наше Продали А это же бренд Он же был Слава богу У нас было Все запатентовано Зарегистрировано И когда Те ребята говорят Ну покажи документы Я говорю В смысле показать Показать для чего Для того что ты начал платить Или показать для того Чтобы если ты что Ну в общем Некрасиво было Бог им судья Вас не провести Ну я знаю свое дело Грузинский дворик Что с ним стало Он достался нашим партнерам Все хорошо Мы семейно дружим С грузинским двориком Там другая команда Но они Выходцы из каравангрупп Работают Молодцы Ничего не значит Что это не кухня Сато закрылся Ну Сато у нас Слава богу Веранда сохранилась Мы построили Новые Четыре этажа То есть мы В квадратных метрах Увеличились Поэтому Сато как ресторан Теперь строится На Малой Кольцевой В общем в Мирзулбевском районе За три месяца Появится музей плова Появится ресторан Сато Появится ресторан Изуми И еще один проект Это пока секрет Мы работаем над этим Возрождение На другой стороне Появится ресторан Яла Это будет примерно Почти 10 тысяч квадратных метров Ресторанной площади Это будет достаточно Высокий Менеджмент Мы приглашаем Сейчас извне Мы создаем Школу управления Ресторанным бизнесом Мы начинаем воспитывать Своих управляющих И менеджеров Потому что мы понимаем Что нам дорого Брать Перекупать Там у таких брендов Как Хилтон Хаят Фо Сизон Континенталь Нам дешевле Воспитать своих При этом Мы организовываем Платное обучение Этим программам Мы берем с них деньги И талантливым Даем гранты Ресторан Ялла Вы за название Тоже будете платить? Мы будем договариваться С Яллой Ну какой-то Попахивает возрождением Нет в целом? Ну как возрождение Мы становимся В два раза больше Чем мы были Когда-то Рестораны Приятные звуку Изуми Сатовой Мы в один момент Становимся В два раза больше Чем мы были В свой пик Развития То есть Чем-нибудь В восемнадцатом году Ну и это все Можно было сделать В девятнадцатом Просто Нужно было нам Оказать поддержку Нам ее не оказали Барахтались Вылезли Хорошо Хорошо И еще мы строим Большой проект В горах Вот этот Этнографический кишлак Очень интересный проект Там Серьезных инвесторов Он стоимостью Более 100 миллионов долларов Вы будете управлять Этим проектом? Тяжело идет Вы будете управлять Этим проектом? Мы потихонечку Из рестораторов Превращаемся в дебелоперов Мы готовы Хоть завтра Продать Любой из своих ресторанов Мы готовы Даже караван Вот с караваном Чуть-чуть сложно Все остальные Да, готовы Да и караван В принципе готовы Просто Цена вопроса За 3 миллиона Нет За больше Можно подумать В принципе Мы создаем сейчас Вернее так Мы нашли Очень интересных Специалистов В том числе Используя Возможность Которую сегодня Произит создало В развитии Фондового рынка Потому что На фондовом рынке Если вы продаете Активы В виде акций Ваши налоги Значительно меньше То есть Можно сделать Оптимизацию Можно сделать Котировку Выйти на IPO По-моему В Ташкенте Еще в Узбекистане Еще не один ресторан Тимур Дамир Узнаю Тимур Дамир Планов Громадил Планов Да Все нормально Самое сложное Теперь быть Везде На передовых позициях Потому что Финансы Это отдельный бизнес Ресторация Это отдельный бизнес Война в судах Это отдельный бизнес Мне приходится Одновременно Быть в нескольких местах Еще у меня семья С моими пацанами Поднимите выше Я покажу Где будет Спа-отель Первый Это будет отель Внутри которого Будут водопады Внутри которого Будут Несколько бань А дальше Территория Выше И отель Будет соединен Как раз таки С горным ландшафтом Кстати Вот здесь тоже интересно Здесь вот Очень много Знаменитых людей Посадили свои деревья Таблички Таблички стоят Да-да-да Кто сюда приходит И у меня как-то Хаким Очередной Хаким Бастанливского района Хотел забрать Ту территорию Я говорю Потом будешь объяснять Этим людям Как ты снес эти деревья Ну вот тогда Он как-то этот Отстранился Тут столько Хакимов было Деятелей Деятелей Кто сюда ходит В основном? Чинарос Гости кто? Вообще, да Мне интересно Вот клиенты У каждого заведения Свои, мне кажется Ну, мне кажется Если сюда Кто-то и не ходит То это недоработка Нашего маркетинга Огромные скалы Вот примерно здесь Будет стоять Отель Сто метров Диаметром Девять этажей Будут соединяться Со скалами А наверху У нас Несколько водопадиков И оттуда будет Вход В зону Спа А правее Будут бассейны С теннисными кортами С футбольными Мини-полями Да, чтобы Дети могли Играть Ну, а дальше уже Этнографический кишлак Это такие апартаменты Вот если нам Удастся, например Стащить там Фосизн Или там Рискартон То представьте Это отель Фосизн Или это отель Рискартон Дальше апартаменты Рискартон Которые также сдаются А дальше люди могут У нас Вкладывать деньги Строить свои апартаменты И сдавать же Этому же бренду В аренду Будет очень интересно И это Это смотрите Это же сразу Уровень Это же сразу Возможность Получить Огромный опыт В Туристическом Секторе Премиум отелей Потому что у нас Хилтон Слава Богу Интеркантиненталь Слава Богу Открылся Еще есть ряд Мувимпик Развивается Вот эти Я забыл Французская сеть Знаменитая Вот Блин Чем больше Премиальных отелей Придет в страну Тем больше инвестиций Будет Потому что за этими Премиальными отелями Идут их гости Со всего мира Приезжают Влюбляются в страну Влюбляются в культуру И начинают Вкладывать сюда деньги Возможно Если их деньги Будут здесь размножаться Соответственно Должны быть Оптимальные налоги На природу не повлияет Это стройка Отелей Ну Знаете Надо с головой Все это делать Например Почему я пригласил Японского Ландшафтного архитектора Он сегодня сделал так Что люди приезжают И говорят А что здесь японец Сделал Как будто все эти камни Здесь уже лежали Вот так надо работать То есть Я себя как-то привез Интересных девелоперов Очень знаменитых Не буду говорить Кто этот бренд Такой сегодня Очень сильно на слуху И они говорят Слушай Тима говорит Сначала надо строить отель Потом звать твоего японца Я говорю Почему А потому что Он потом не даст Возможно Этот камень двигать Нет конечно Нужно Вот в ландшафте На мой взгляд Номер один сегодня Либо японцы Либо скандинавы Ну да Надо звать кого-то из них Надо тратить Десятки миллион долларов Десятки миллион долларов Только на проекты Нужно сопровождать Эти проекты С хорошими Ландшафтными Мировыми архитекторами Мировыми именами Узбекистан Уникальная страна И в эту страну Должны вкладывать Лучшие Зодчие мира Конечно Используя тот опыт Который был Унаследован У нас Тысячелетиями У предыдущих Великих зодчих Ну все эти Великие города Наши Самарканд Хива Я не знаю Там Бухара Кокан Все они были построены Великими зодчими Посмотрите Эти памятники Архитуры стоят И радуют Шахрязиапс Поэтому Очень-очень бы хотелось Чтобы все это было Сегодня именно так Вы упомянули Про У каждого ресторана Своя аудитория Да Как вы Как ресторатор С большим опытом Боретесь С недовольством гостей Вот есть такие Токсичные ребята Которые приходят Там то не то Все не то Ну давайте так Знаете Ошибки делают нас сильнее Причем Есть же Рациональное Недовольство Например Когда гость говорит Вы делаете Предел совершенно Средь в кухне Всегда это говорю Нам кажется Мы делаем потрясающий Какой-нибудь там Не знаю Бешбармак Он говорит Фигня ваш Бешбармак И мы очень часто Это выслушиваем Не совсем объективно Но Когда он нам зовет Например в дом К своей бабушке И бабушка делает шедевр Ты тут понимаешь Блин он же прав Поэтому Нужно внимательно Бывали такие случаи Бывали такие случаи Одна очень знаменитая Семья Казахская Ну Казахское происхождение Узбекистанская Семья Готовит такой бешбармак У себя В фамильном селе Что Пальчики облеишь Мы так даже рядом не станем Хотя мы Очень-очень стараемся Токсичный гость Наверное Это то Что очень часто Мешает ресторану И У каждого ресторана Есть Свой метод Работы с таким гостем Когда вашего уровня Не сильно хватает На мой взгляд Проще от такого гостя Избавиться Но если вы Хай-класс Если у вас уже Официанты отработаны Как в хорошем Не знаю там Фо-сизоне С этим гостем Можно работать Просто знаете Вот больше всего Меня раздражает Когда мне рассказывают Мы у тебя столько денег Оставляем Слушай, ну Ты же не мне их оставляешь Ты приходишь Тебе нравится Поэтому ты их оставляешь здесь А Нести это в некий Мой упрек Нравится? Приходите Мы очень рады Не нравится? Дайте нам Рациональность Что не нравится? Как мы под этим поработаем? Ну а когда просто Вот дайте мне скидку Там 30 процентов 40 процентов 50 процентов Скидку часто просят Да ну Это у нас болезнь Нашего общества Скидка Расскажешь, что Часто меняете телефоны Потому что Я меняю свои телефоны Потому что Я превращаюсь Не только в службу Дозвону До моего ресторана Ну и да Я не знаю Там начиная Как это? Колл-центр И заканчивая Этому Пусть официант лучше обслуживает Этому Пусть свою водку занесут Этому Пусть Возле жены станцуют Чтобы она Ему Дома не высказывала Что он что-то Не так организовал Вот эти вот Привилегии Конечно Они заставляют меня Часто меня Телефоны Ну это такая Ножа любого ресторатора Мне кажется Знаете как Когда у тебя один ресторан Ты ее несешь А когда у тебя 10 Ты превращаешься В эту службу Да я сейчас позвоню Тимуру Все решит Да есть так Ну да глупость же это Поэтому я хочу Чтобы мой бизнес Был обезличен Чтобы был Хороший сервис И чтобы сервис Ассоциировался Не с Тимуром А именно с караваном Вот Мы сегодня создаем Свои стандарты У нас есть Караван Лагман С особым рецептом У нас есть караван Манты Маленький вкус У нас есть Караван Самса У нас есть караван Шашлык Еще бы этот Караван сервис Нам бы внедрить Вот это То на чем Мы будем работать Следующие пару лет То есть я готов На дорогих экспертов Со всего мира С тех же Премиальных отелей Чтобы выстраивать Сервис Сервис у нас Не лучший Ну то есть Относительно Узбекистана Он нормальный Но это точно То что сегодня Меня не устраивает Меня устраивает Вкус блюд Меня вкус блюд устраивает Конечно мы работаем Продолжаем работать Мы ищем новые Какие-то решения Гастрономические Как это Новые гастрономические Тропинки К вашим К вашим сердцам К вашим сердечкам Как вы тяжелые времена Переживали Переживали ли вы Ну конечно Пахали Пахали Я Никогда не забуду 20-й год Пандемия Рестораны все Уходят с молотка Все деньги Забирают кредиторы А представляете Как продается Например Челси В пандемию Когда запрещено работать А на вынос Еще Челси Будет продавать Да еще и до 10 часов вечера Денег на закуп Нету Уже Много у кого Друзей там 5 тысяч 10 тысяч 20 тысяч Взял Просто вот Дома денег нет Когда я смотрю Висит Козы Сургуш Со старых запасов Еще зимы Думаю Так Виноград От распускается Давай Включай эфир Будем делать Бешбармак Шельпальдок Раз Ножом Раз Горький перец Отсюда Раз сорвал А завтра будем делать Долму Кейс У кого дома Виноградные листья Каждый третий листок Варим Заворачиваем Долмушечка Помните этот Галустян Мы Леляшечка Долмушечка Мы Армяне Креативные продюсеры Кайфа Так и мы Креативные продюсеры Кайфа Кому пожрать Давай И Через Месяц Наверное Уже здесь Очередь В обед Мы кормим Все большие организации Боюсь произносить их имена Пусть они лучше к нам приезжают И вот Опять же Вот вам показатель Вы говорите Туристы В пандемии не было туристов Но мы пахали так Как мы не пахали Можно я вот Олег Сергеевич Олег Олег Расскажи мою любимую историю Иди сюда Расскажи Расскажи Мне нравится В эфире Я никогда не был Рассказывай Когда не выдержал я Да Когда ты не выдержал Расскажи Это вот Это был плавный день Так получилось Что я остался один Обычно Есть напарник Но в тот момент не было И Звонки за звонками В общем Телефон не останавливается И вот этот Весь процесс Упаковать и отправить Еще с 11 утра И тогда было 4 часа Уже 4-5 часов Вечера И не останавливается Понимаете Мы продали все Что есть на кухне Плов есть Плова нет Есть Мостова последний Будете брать Да В таком духе Очень сильно нервничал То есть Как Потому что Остановиться Не могу Передохнуть Он не может Передохнуть Телефон звонить Не останавливается Доставки все заказывают Доставки Да Это после эфира И пропускает звоночек Чуть-чуть Тимур Дамич Заскакивает Почему не отвечаешь Я говорю Тимур Дамич Устал Устал Не могу Тимур Дамич Я больше не могу Я завтра не выйду Я просто понимаю Что сейчас Олег Не то что не выйдет завтра Он не выйдет вообще Я говорю Олежка Иди отдохни Так Ну что Поехали Так Шайтан машина Да Мы заходим Сходимся Вот это Ручник Или вот это Ручник Какой Я уже забыл Так Тимур Дамич Давайте водитель Пожалуйста Мы сейчас Хотим вернуться Вот так Ручник Или вот так Ручник Поесть Это вот это Заткнули Вот это Теперь Теперь У нас сейчас Пониженная Или простая Сейчас простая Все Хорошо Поехали Господи Спаси Сохрани Обижаете Вы Кирилл Обижаете Давно ездили Постоян Вазики Я люблю Вазики В армии Еще Наверное Поварники Работают Ну че Кирилл Спрашивайте Че-нибудь Да Я еду Переживаю Это вы Рано Переживаете Когда искала Начнутся горы Я готовлю Спас Вот здесь У нас Доступ До катерной Пристани То есть У нас Не просто Будут Отели У нас Вот здесь Будет Катерный Пристань И на Этой Катерной Пристани Будут Стоять Очень Интересные Продукты Когда Вы Можете Взять Свою Собственно Байдарку У нас В аренду Это Тоже Ваша Стройка Это Вот Сейчас Это Поезд Нет Вот Эта Стройка Не наша Но Дай бог Сейчас Поезд Достроится Если Конечно Никто Не Пытается Нам Что-нибудь Придумать Очередную Глупость Но Вот Это Вот Доступ До Когда Тормозили Чудесный Экспириенс Должен Сказать Я вам Отличный Опыт Сейчас Вы Увидите То Очаровательное Место Ради Которого Не Жалко 10 Лет Жизни Чувствую Себя Носил Камер Да У меня тоже Было Там Такое Ощущение Мы Приехали В середину Будущего Большого Проекта Этнографический Кишлак Караван Здесь Будет Город Сад Трех Или Четырехзвездочный Отель Вот Прямо Где я Сейчас Стою 50 Метров В ту Сторону И 40 Метров Ширину Здесь Как раз Таки Парковка На 50 Машин Внизу Махаля Магазины Всякая Торговая Инфраструктура Слева Будут Бассейны Спортивная Площадка Винокурня Наверху Премиум Виллы Правой Стороне Как я Говорил Челси И всякое Остальное Что сейчас Вообще Происходит В ресторанном Бизнесе В Узбекистане Открываются Новые Заведения Офигительно Какой-то Такой Бум Ну Бум Не назовешь Кирилл Ну чего бум Сколько ресторанов Новых Открылся 10 Ресторанов В трехмиллионном Городе Десять ресторанов В трехмиллионном Городе Десять ресторанов В трехмиллионном Городе Должны открываться На каждой улице В год А вы говорите За 10 лет 10 Ну не за 10 За последний год 10 не открылось Перечисляем 8 открылось Ну ладно 8 Понимаете Когда мы говорим Что у нас Например Например, в стране 5 пятизвездочных или 10 пятизвездочных отелей. Если мы развиваем туризм, то только должно быть на каждой улице. И, блин, нужно таким, как мы, дать возможность это сделать, а не палки нам в колеса ставить. Что такое возможность для вас? Возможность, когда ты занимаешься рестораном, когда ты занимаешься персоналом, когда ты занимаешься маркетингом, а не по судам бегаешь и по судебным исполнителям, по хакимиятам, по партсобраниям. Не любите собрания? Никогда не любил. Серьезные вещи? Никогда не любил. Не, я за рациональное собрание. Ну, вот недавно вы были во встрече с налоговиками. Ну, кстати, я скажу, что там очень интересно два новых руководителя. Вот ГНК интересный руководитель, хотя жесткий, но интересный. С ним можно обсуждать. Кудбиев. Да, он что давляет, что он слушает. Он не всегда соглашается, но ему можно объяснить. Это важно. Но они жестят, да? Все жалуются. Нам есть на что жаловаться, потому что... О, моя любимая тема. Можно, можно. Сейчас можно я этот? Да. И очень яркий пришел председатель ТПП, Давра Накя. И он реально хочет менять. И дай бог, чтобы у них это получилось. И там был бизнес-амбусман, который очень многое сделан, в частности, для нашей компании. Мы, не знаю, 20 судов выиграли благодаря участию бизнес-амбусмана. 20 судов. Это я не говорю про 20 судебных совещаний. Я говорю про 20 судов, которые происходили в первой инстанции, в апелляционной инстанции, в конституционной инстанции. Я превратился в адвоката своего бизнеса. Вместо того, чтобы быть ресторатором, и давай тебя хорошим. Ну, это интересно. Люди любят острое. Острое? Пожалуйста. Перченое. Пожалуйста. Вот это, пожалуйста, к кухне. Сколько знаю рестораторов, вот они постоянно жалуются. Это вот наши местные. Все не так, все плохо, не дают работать, все печально. И так далее, и так далее. Вот есть три типа. Вот один тип именно такой. Кирилл, вы видели здоровых людей, которые жалуются на болячки? Не много ли болячек у рестораторов? Много. Поэтому и жалуются. Делайте выводы. А есть небольшие там вот мелики, да, сети национальные. Кто? Вообще не жалуются. Мелита, Омдар. Вот они фигачат нам по 500 тысяч человек в день. Они привыкли молчать. Они, знаете, мне даже где-то иногда непонятно. Вот общие проблемы, а все в стороне отсиживаются. Там вот реальные какие-то семинары или панельные дискуссии. Марина, Алина, еще кто-то. Я помню гениальную историю, когда мы организовали первый бизнес-завтрак с властью. Сделали бизнес-завтрак, пригласили журналистов, пригласили ГНК. Тогда оказалось, было создано правление по защите предпринимательства при Генеральной прокуратуре. Они пришли. И вот выходит мой коллега, тоже владелец нескольких десятков ресторанов. И я это поздал. Говорю, слушайте, у нас есть проблемы, давайте их обсуждать. Нельзя нам вот это делать. Нельзя НДС 20% что для нас на локс оборота. Нельзя все это делать. Пытаемся им объяснить на цифрах. Для этого мы создали эту площадку, чтобы сами здесь обсуждали. Потому что раньше всех загоняли, и строителей, и рестораторов, и ательеров, и продавцов стройматериалов в зал. Два часа времени, давайте, у кого какие проблемы. Все, все, отчитались, галочки поставили, до свидания. И вот этот владелец 10 ресторанов, садится, он говорит, представьтесь, пожалуйста. Он смотрит и говорит, ассоциация рестораторов. Ну что за... И получается, что у Каравана проблемы, у Маковы проблемы, у Чайкова проблемы, у троих, у четверых. У остальных все классно. Замечательный парень Рашид. Я посмотрел его интервью с... Я забыл. Жару, с кем было интервью у Рашида? У которого на 4 миллиарда... Середин, да, с Дмитрием Середином. Посмотрел его интервью, значит. Классно. То есть появились молодые, офигительные рестораторы, которые о болячках говорят с юмором, и которым, слава богу, вот опять же, тот же Доброн-Океа и тот же Шизо Даляш помогли ему и с него сняли эти санкции на 4 миллиарда. Молодец. То есть вот слава богу, что власть начала слышать нас. Например, сегодня уже никто во власти не сомневается, что рестораны – это часть отрасли туризма. На это я потратил весь 18-й и 19-й год, пока я это доказал. Ну ничего, ничего. Ну заходят иностранцы, иностранные предприниматели, открывают рестораны, не боятся проблем. Ну, знаете как, открывают ли рестораны или продают франшизы? Это же разные вещи. То есть продажа франшизы – это одна история. А когда ты там на чужие деньги, вот ты пришел иностранец, на чужие деньги открыл ресторан, и на чужие деньги сидишь, операционку ведешь. Я еще уверен, что они еще не такие финансовые результаты покажут, как хотели бы те наши скрытые бенефицары, которые их пригласили. На самом деле, нас в местных рестораторах, к сожалению, недооценили. Вот очень хочется дать возможность нам газануть и показать, на что мы способны. А мы многие на очень многое способны. Ну такой опыт в Каримовское время. Ну не только у меня, у многих моих коллег. Какой потрясающий проект, а? Огонь и воду. Хорошо ли у них все, как думаете? Не знаю, но проект красивый со стороны. Ну красивый, красивый. Да, классная коктейльная культура, лед такой прям. Бизнесмены государства, должны ли крупные предприниматели быть конъюнктурщиками, как вы думаете? Вынуждены. Вынуждены? Вынуждены. Ну вот смотрите, Элон Маск, вопреки всему, фигачат. И от его слов там акции других компаний. Я про узбекских хотел бы послушать. Ну мы вынуждены присмыкаться. У нас, знаете, у нас есть очень большой, слава Аллаху, адвокат. И нам вот это очень многим дает силы. Кто это? Шабкат Мироманович. Ага, окей. Он всегда говорит про бизнес, за бизнес. Предприниматели. Уже сегодня чуть-чуть кричат. Я предприниматель, почему мне мешает? Это же вот эту культуру он же ввел. Слава Богу. Вот очень бы хотелось, чтобы это было так. Очень бы хотелось. К сожалению, это не всегда так. Но вот он нас защищает. Какая стоимость проекта, Тимур Домирович? Ну, пределу совершенства нет. Можно много вложить. Но эти деньги надо обратно возвращать. Поэтому я думаю, что порядка 30 миллионов долларов – это первая стадия проекта. У нас есть 10 миллионов собственных и, соответственно, есть на 15 миллионов долларов инвестора, который уже 10 миллионов положил на счет в банк. Узбекистан, это мне Азабдухахарыч говорит, ну, покажи, что у тебя есть деньги. Ну, я вам проношу справочку через месяц. Вот, говорю, 10 миллионов долларов в аренсе у нас в банке лежит. Обрадовался он? Ну, да, вроде. Я хочу, чтобы просто представили, какой вид будет из этих номеров. Когда вы видите, только с этой точки видно вода и влево, и вправо. Вот я пытаюсь это, чтобы вот так вот вы охватили горизонт. Вот как раз видно, один домик строится, второй домик построенный. Чинарос, парковка на 600 машин. Уже нашими коллегами сделана канатная дорога потрясающая. Нам останется поставить один лифт, который поднимает гостей из парковки вот в эту торговую зону. Можно попробовать сделать сеть аутлетов. Но это, конечно же, если кто-то из крупных игроков этого бизнеса захочет. Сегментация очень важна. Правильно сделать не только сегментацию, но и профиль бизнеса. Например, я, если буду сейчас строить аутлет или торговый магазин, я буду обречен автоматически. Это отдельный бизнес. Ресторан – отдельный бизнес. Ресторан отельный – очень похожий бизнес. А магазины, все остальное – это другое. Поэтому я сейчас ищу партнера на спа-зону. Я ищу партнера, кто бы занялся винокурней, кто бы взял в управление бассейны. Потому что это все отдельно, отдельно немножко. Я планирую до конца этого года закончить все дороги. Вот здесь видно, что я нарезал дороги. Сейчас снизу покажу. Я нарезал дороги. Вот здесь сверху сейчас будет дорога. Сейчас мы согласовываем, чтобы с одной стороны вот такие высохшие деревья вырубить. Вот именно высохшие. А с другой стороны, чтобы не тронуть те, которые являются культурным достоянием этого места. Ну и, соответственно, вот здесь вот в Овраге мы потом сделаем амфитеатр. Это будет очень красивое место для показа фильмов, для каких-то, может быть, даже спектаклей. У Лукбека Хамраева, режиссера, была потрясающая идея. Он говорит, а давай, когда здесь все это построится, мы пригласим таких знаменитых, великих гуру, типа там Джеки Чана, Аль Пачино. Но мечтать же надо масштабно. И начнем здесь снимать сериал, например, как караван из Средней Азии, идущий, например, из Самарканда в Китай, встречает там Марко Поло. Вот пожилой Марко Поло, там Аль Пачино или Де Ниро, или кто-то из таких великих итальянцев. А Джеки Чан такой вор, который здесь всегда промышляет, который каравана обкрадывает, который бандит. И вот есть такие сериалы. Представляете, какой это будет для Узбекистана в развитии туризма? Ну, то есть что-то такое гениальное мы мыслим. Сегодня все понимают, что вы покупаете уже не только недвижимость, вы покупаете вид из окна. И вид из окна – это как раз-таки то, что сегодня мы готовы продавать как премиум. Куда мы движемся? Вот как общество. Развиваемся ли мы? Стагнируем ли мы? Ну, знаете как? Что-то у нас развивается, где-то мы теряемся. Очень важно понимать, где мы находимся и куда мы идем. И это как раз-таки социология. Есть несколько замечательных книг, которые бы я очень хотел, чтобы, ну, если бы не прочитали, то хотя бы очень популярно, очень популярно с примерами. Прямо на несколько дней мастер-классы для сектора госуправления провели как тренинги. Например, Эрнандо де Сотто «Загадка капитала» – работа с возможностями теневого сектора. Или, например, у Макса Вебера есть замечательное произведение «Политика как призвание профессии». И вот это вот… И еще есть одно замечательное произведение. Ну, у Макса Вебера много интересного. Это такое… Мне очень нравится «Политикет»… Это, кстати, один из родоначальников вообще социологии как науки. Он, кстати, ввел понимание харизмы и харизматический лидер. Вот «Политика как призвание профессии» и он говорит про полутократическое рекрутирование. Это, по-моему, протестантская этика и дух капитализма. Вот как раз-таки то, что происходит сегодня у нас в Узбекистане, когда мы создаем или пытаемся создавать, к сожалению, пока так, как класс собственников, класс бизнеса, которые будут основой для государства. Потому что очень приятно, я еще раз говорю, очень приятно, что наш уважаемый президент это понимает. И именно поэтому уделяет такое большое внимание предпринимательству как классу. Потому что именно предпринимательство как класс и создает рабочие места, и создает инфраструктуру, и создает любые необходимые прецеденты. И вот про социологию вопрос, например, что мы должны делать. В ресторанной отрасли мы отмеряем, где мы находимся сейчас относительно рынка, где мы находимся сейчас относительно наших официантов с точки зрения их понимания, что они делают, понимание поваров, как они готовят, понимание менеджмента, где мы находимся и куда мы идем. Где наш клиент, как нам его привлечь. И самое главное, на те или иные акции, какой мы получили результат. Но то же самое необходимо делать госсектору. Чтобы любую болезнь вылечить, надо понимать, чем мы больны. Значит, нужны исследования, причем исследования не для галочки, а, например, сравнить, вот хороший вот кейс, сравнить, например, когда НДС был 20%, когда НДС был 15%, когда НДС стал 10%. Какие налоги были получены с той или иной отрасли. И если, например, при 20% налог был меньше, а при 10% налог оказался больше, ну, значит, может быть, попробовать еще понизить немножко. Я не говорю о том, что мы пытаемся не платить или платить явно меньше. Нет, нет, нет. Просто, понимаете, чем меньше будут налоги, тем больше инвестиций придут в страну. Потому что бизнесмены извне, они очень внимательны. Им нужно получать легальный доход. Их не устраивает наша ценевая система, когда заинтересованно собирать меньше налогов, вы думаете? Она будет собирать больше. Ведь собираемость налогов, это же очень важный фактор. Например, у Чингисхана, я забыл, как его звали, был уйгур такой, он был наместником Чингисхана в Пекине, он гениально собирал налоги. Знаете, что он сделал? Он просто их уменьшил в три раза и под карой гнета запретил их не платить, но уменьшил в три раза. Потому что собираемость налогов, это же тоже бизнес. Ну, конечно. Понимаете, можно же... Я имел не собираемость налогов, а заинтересованными... Количество собираемости налогов, это бизнес-модель. И можно из нас сделать яичницу, а потом не будет урожая. А можно из нас растить цыплят, и потом цыплята тоже будут давать яйца, понимаете? А можно звонить постоянно и просить быстрее оплатить авансом налоги, как это делать сейчас? Это глупость, это, знаете, это издержки прежнего режима 2000-х годов. Ведь только сегодня у бизнеса реально есть возможность открыто говорить о своих проблемах. Раньше это было напрочь запрещено, раньше вообще нельзя было говорить о проблемах, только говорили о достижениях. И вот то, что мы сегодня имеем, это наследие того режима. И, слава богу, потихонечку какие-то вещи меняются. Смотрите, например, нас страшно пугали тем, что если откроют визы со всего мира, к нам шпионов поднаедут. Но, слава богу, вот сегодня иностранцы заезжают легко в Узбекистан. В десятки раз легче, чем это было раньше, хотя еще, наверное, есть издержки в этом направлении. О чем мы бы не говорили, всегда можно работать лучше, 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 лучше. Ну, колледж мы говорим открыто о проблемах, да, в наше время. Теневая экономика, она ведь не становится меньше. Рестораторы как уходили от налогов, так и уходят. О чем это говорит? Ну, это говорит о том, что необходимо все-таки создавать панельные дискуссии, необходимо делать какие-то модели и на них опробовать те или иные инновации. Я думаю, что вот сегодня все-таки мы должны сесть за общий, не просто диалог. Знаете как, вот есть два способа развития. Есть дарвинская теория конкуренции, есть теория симбиоза. Симбиоз, когда мы все друг друга дополняем, образовывая какие-то альянсы, союзы. Они могут распадаться, образуются новые. И вот в этом созидании мы развиваемся. Мы же тоже за, чтобы развиваться. Понимаете как, если один ресторан платит налогов, скажем, некую сумму X, а пять ресторанов будут платить 3X, если налоги уменьшатся, государству же это выгодно. Выгодно же больше получить налогов. Тем более... Ну, возможно, почему это не делается? Почему это не делается, это понимание отрасли. Знаете, когда некоторые чиновники сидят и считают картошку в самсе и рассказывают, что вот это ценообразование, и не понимают, что на самом деле скатерти, мебель, посуда, реклама, стоимость зданий, в конце концов, огромная заработная плата. Ведь смотрите, ресторанная отрасль, это же очень большой, не человекоемкий продукт. Официанты, посудомойщицы, уборщицы, повара. А, причем, когда повар готовит плов, это один повар готовит плов. А когда, например, готовятся какие-нибудь биштексы или стейки, вот 40 стейков одновременно заказали, сколько нужно поваров? Ну, как вы думаете? На 40 стейков? Да. Не знаю, 2. 2? На 40? Я просто не силен в этом. Ну вот. Благо, они в налоговой работают. Мы состоим из огромного количества человеческого фактора. Из огромного количества. И кто вот эти наши коллеги? Они в основном менеджер, может быть, управляющий, может быть, финансовый директор, может быть, бухгалтер. Да, это профессия. А все остальное мы берем студентов, которым нужна временная работа, и делаем из них официантов. Мы берем людям, которым нужна просто любая работа. Уборщики, посудомойщицы. Мы даем ребятам, которые пришли поработать, профессию повара. Мы вытаскиваем. И это же все то, что делает туристическую структуру. Ну, это проблема отрасли, я согласен. Я согласен. Да, вот очень важно, чтобы был со стороны налоговой отраслевой подход. Да, я понимаю, что у налоговой там тысячи отраслей. Ну, это их работа из Индии. Это их работа. Ну, вот Минфин должен включаться. Мы видели вот за эти пять лет, как вы говорите, вот Марина, Алина, я и еще несколько нас человек. Мы видели полное непонимание о нашей отрасли со стороны чиновников. Мы причем готовы их приглашать, мы готовы с ними работать. Ну, я думаю, что... Дискуссии проводятся же. Проводятся, проводятся. Но нужно более активно. Например, когда мы сделали НДС-20, а теперь сделали 10, мы сразу потеряли 80% потенциальных инвесторов, которые смотрели на Узбекистан через призму возможностей. Потому что нам же не только нужны крупные национальные инвестиции в размере миллиардов. Нам нужны вложения в каждого из нас. Например, те же россияне. Пару лет назад они внимательно смотрели, куда вложится бизнес, как вода. Он ищет там, где он размножается, и там, где он не размножается, он оттуда уходит. Это очень интересная тема. Хорошо, еще одна проблема. Вот этот человек Эрнандо де Сотом, вот эта загадка капитала. Он говорит о том, что прислушайтесь к лаве собак, переходя от одного поля к другому. Это вот такая аллегория, которая вошла в экономический мир. Очень, очень нужна государственная поддержка. И мы должны быть не в противоборстве с государством, а в неком симбиозе, когда мы партнеры друг к другу. И вот если нам удастся создать это партнерство, мы очень сделаем несколько больших и явных шагов. Так же, как и необходимость, где мы находимся сейчас, куда мы идем. Ведь, если вы спросите сегодня 90% чиновников, они вам не ответят, что они должны сделать завтра, чтобы было выгодно для страны. Для себя они ответят, для страны нет. А ведь это же нужно. Мы же должны понять, что мы не, блин, с разных планет, что мы с одной нашей общей родины. Ну да. А сейчас все друг друга пытаются... Идет человек человек в угол, да. Это вот Англия, Томас Гоббс и Локк, да. Где мы должны... Вот Вебер, опять же. У государства есть право на легитимное насилие и законность. У государства политическое пространство с единым развитием экономического и гражданского правоотношения. Но необходимо, чтобы право было законным. А когда судьи рисуют то, что им сверху говорят, а потом делают вид, что этого не происходит, ну, надо же оцифровать эти решения. Ведь, например, суды перегружены. Но ведь первые инстанции можно вообще передать сегодня уже так называемому искусственному интеллекту. Сразу, на первых судах отсеяется 80% дел. Потому что, когда чиновники хулиганят и узурпируют таких, как мы, это сразу видно. А иногда еще и судьи боятся. У нас как, если ты по закону прав, судья думает, какое принять решение. А если по закону не прав, тебе сразу... Ну да. Ну, а что за глупость, понимаете? В идеалистическом мире. Маргария Тычева хорошо сказала, что нет никаких государственных денег, есть денег налогоплательщиков. Ведь у нас, у бизнеса, есть социальный договор с государством, где мы должны платить деньги, а государство должно осуществлять правосудие. Оно должно в лице судей рассматривать законно наши интересы. Так если мы платим налоги, а государство не рассматривает законно кейсы, это же нарушение договора. Вот судьи должны это понять, что в конце концов именно бизнес дает зарплату. Я за? Осталось только объяснить это государственному чиновникам? Я 5 лет отбиваю пороги судов. И фактически я вернулся к 2019 году, когда можно было мне помочь. Из моих 15 ресторанов на тот момент было бы еще 10. Ну, слава богу, хотя бы мне удалось все отбить и везде вырулить, опять же, через призму законного рассмотрения интересов. Но сколько судов, сколько апелляций, сколько касаций, сколько времени и сил у меня на это ушло. Я превратился в больше последние 5 лет в адвоката, нежели в ресторатора. А я не хочу быть адвокатом. Мне нравится быть ресторатором. Ну, опыт, куда мне его деть? Что мне им вытереть? Не могу не попросить вас рассказать историю с того периода. Как вы кормили Ислана Дуганевича Каримова? Что это за история? Насколько вы были близки к тогдашней президентской семье? Я выиграл конкурс, по-моему, это 2006 год был. Проводился конкурс, потому что в резиденции приняли решение отказаться от тех поваров, которые работают. И гастрономические рауты 2 плюс 2 и делегации отдать внешнему кормлению. И многие на меня смотрели косо из действующей власти. Они до сих пор на таком относительном покое. И мы кормили 2 плюс 2. То есть План Дуганевич, Татьяна Агбарна и, соответственно, гости, кого они встречали. И кормили несколько лет. И это было, на самом деле, очень тяжело. Очень тяжело. Как это все устроено вообще? Да, расскажу сейчас. Стандарты, которые мы вынуждены были соблюдать, они относились к стандартам высшего класса безопасности, пищевой безопасности, продукты. Мы тогда стали возить для этих раутов гастрономических мясо. Например, мраморное из Австралии. Оно было заморожено через Москву, но в нем было меньше количества тех вредных веществ. Оно легко проходило через лабораторию, которая была первая. А там прям лаборатория проверяет, да? Лаборатория проверяет продукты сначала, берет анализы, опечатывает в холодильник. Потом через какое-то время... В общем, это все было несколько лет. Потом я так устал. И я уже говорю, слушайте, отпустите меня. Вот я поваров, которые работают, отдаю. Насколько тяжело для вас, для человека энергетика? Ну, слушайте, когда вы кормите вечер и приходите домой в 3 часа утра, а в следующий день в 10 утра праздничный завтрак, соответственно, должен быть в 7 утра там и подготовить этот праздничный завтрак. А платят? Тогда платили так себе. Ну, это открывало для вас всевозможные двери, мне кажется, нет? Ну, какие двери? Ну, какие двери для меня открыть? Я так всех знал. Я на тот момент уже 10 лет кормил всех людей. У меня и так все двери были открыты, слава богу. Это меня в эти открытые двери наоборот затаскивало. Не-не, это был тяжелый период, но он был интересный. Напомню, я охране говорю, комиссарам, говорю, слушайте, ну, я ночью уезжаю, утром рано приезжаю, иногда топлю, потому что нужно быстрее. Дайте мне что-нибудь такое. И они говорят, ну, слушай, ну, не положено, как тебе дадим? И как-то, значит, когда я уже ушел, поворос их оставил, встречаюсь с ними где-то на очередной встрече, там гостей сопровождают они. Говорит, слушай, а твоим поварам, говорят, дали, говорит, позывные, и все, они теперь спокойно есть. Я говорю, ну, ты что? Ну, говорит, Антон, капкер-1, а то капкер-2. Я говорю, сволочи. Что любила тогдашняя президентская семья? Что они ели? Они были достаточно скромны. Просто они требовали, чтобы это было приготовлено качественно, но не было каких-то таких супер требований. Мы старались делать и национальную кухню, но в основном европейскую мы готовили, потому что в национальной кухне были очень хорошие повара. Были очень хорошие повара. Мы, наоборот, там учились в национальной кухне, у поваров, которые были при дворе, это были всегда лучшие повара со всей республики. А вот европейскую кухню мы готовили лучше, поэтому нас и позвали. Ахайдарш проводил эти конкурсы, потом сопровождал. Как они оценивали, кто будет? Они просто, супруга Слава Дуганевича, пришли на конкурс ресторанов, выбирали, смотрели по дачу, еду, пробовали, а потом двоих оставили. Интерконтинитали оставили, немал был такой шеф-повар тогда, это 2006 год, и нас оставили. И вот интерконтинитали мы отвечали за те или иные гастрономические приемы в течение нескольких лет. Ну, это гордость, нет? Ну, это огромная была ответственность. Есть пару таких историй, когда мне просто страшно было. Расскажите. Не. Ну, расскажите, ну что? Ладно, расскажу веселую историю. И веселую, и грустную давайте. Нет, веселую расскажу. Значит, Медведев посещает Самарканд, резиденцию, мы сопровождаем. Наше блюдо номер 6, куктал, это сазан горячего копчения на камышовых дровах, фаршированный помидорами. И вот мы просто представляем, значит, одно из 10 блюд, причем первое блюдо, второе, а мы такая горячая закуска там. Ну, не шестое, там третье оно было. И, значит, обычно все это подается через интервал каждые 15 минут. Вот мы, говорю, отдаем свое блюдо, и вдруг, значит, забегает офицер ФСО, и говорит, третье блюдо кто дал? Бобтал, бобтал. И я просто представляю, либо, не дай его там, Медведев с костью в горле лежит, либо Слава Дуганюса, тогда точно меня расстреливают. Я просто представляю, и думаю, блин, крындец. И я говорю, мы готовили. И у меня все, у меня сердце в пятке. Попросили повторить. А у нас был такой замечательный повар, у нас же очень близкий друг, дядя Славик. Армянин такой классический. Он такой, о, сейчас. А мы всегда как? Блюдо прошло, и мы начинаем всех вокруг угощать, и все пробуют. И очень много ревностно относились. Особенно старые команды, они относились ревностно, что их отодвинули, а нас пригласили. И вот мы это блюдо раздали, и тут ФСО все. Я смотрю, эти россияне, начинают нашу дядю Славу. Хочешь квартиру в Москве, хочешь зарплату, нет, у меня здесь все хорошо. Вот такая смешная. Кто гадал, моптал, моптал, я говорю, куктал, и у меня все, сердце в пятке. Сейчас, если бы позвали, пошли бы? Нет. Нет, я участвовал в 19-м году. Нас попросили. Мы были в Германии, нас пригласило Министерство внешних экономических связей, по-моему, как-то инвестиции сейчас она называется. И мы сопровождали Берлин Месса, это выставка наших продуктов. И мы там готовили плов, и наставил очередь из немцев. И мы очень красиво провели это мероприятие. Вдруг нам говорят, будешь сопровождать первое лицо. Ну, потому что нас знают, потому что знают, что мы знаем стандарты. И нас забрали на несколько вечеров сопровождать первое лицо. Ну, мы встретились со старой командой, слаженно это сделали, с удовольствием. Но понимаете, когда это иногда и в удовольствии, ты видишь старых добрых друзей, и к тебе относятся хорошо те гости, которые были, потому что были общезнакомые гости, было приятно. То есть мы это сделали прям с удовольствием, очень тепло там, и ребята относились к нам уже как, знаете, как к ветеранам. С большим уважением. То есть никто с нас сильно не спрашивал, никто не кричал. А так все это было, было очень смешно там на кухне тоже. Есть такие курьезы. Не могу о них слух рассказывать, но они гениальны. Вот, как говорится, истории за кадром. Но идти туда на постоянную работу, не, ни в коем случае, ни за какие деньги. Просто ни за какие. Огромная ответственность, это тяжело. Наталья Константиновна, расскажите про маму. Человек-вулкан. Мама очень хороший, талантливый искусствовед. Мама замечательный, добрый человек. и не очень хороший менеджер. Мама плохо считает. У нее, если смотреть, как бизнес, и она сложно ведет финансы. Но все, что вы видите вокруг, это мама. И вот эта любовь к искусству, она ее передала не только мне, но и ребятам, которые здесь работают. И многие очень сильно выросли. и десятки, сотни учениц у мамы по всему миру. И мама делает потрясающие курсы благородных девиц. И мама смешная бабушка, она там воюет с внуками, почему-то пытается их научить, образумить. А они у меня такие очень своенравные сыновья. Прислушиваетесь к маме до сих пор? Я стал прислушиваться снова. Знаете, был какой-то период, когда я все знаю. Какой-то опыт детям своим будете передавать? Я буду надеяться, что мои дети выберут свой путь. Я сыну говорю, ну если там вот, чем ты будешь заниматься? Ну не знаю, там вот футбол буду, вот буду как Неймар. Я говорю, ну слушай, как Неймар, ты один на сотни миллионов. Ну ладно, может какой-нибудь бар открою. Нет, я не буду заставлять себя. Пусть они будут теми, кем они хотят быть. Главное, чтобы они получили хорошее образование. Вот здесь вот у меня чуть хромает пока. Если бы не ресторанами, чем бы занимались? Я сегодня занимаюсь девелопментом. Я с удовольствием строю. И знаете, у меня очень близкие мне дорогие люди, архитекторы, конструкторы, дорогие мне люди, наставники мои. Они очень не любят, когда я их упоминаю в эфире, чтобы не смущать. Они, конечно, надо мной смеются, ржут, гоняют меня, как сидоровую козу. Могут так встряхнуть, что я потом там час себя прихожу. Старшие товарищи? Да, да, да. Скажи, Валерий Ашотович Акабджалян. Замечательный архитектор, академик, классические каноны. К сожалению, очень часто стратегические институты проектируют проекты, в которых сложно работать. Мне нравится, что в тандеме с Валерием Ашотовичем, с Бабуром Исмаилом, к сожалению, у нас в этом году шел Эвольф Ридерхевич Ленин Шмидт. Это конструктор, это человек, который 25 лет был главным конструктором института гражданского строительства, а потом еще 10 лет был директором этого института. Его, к сожалению, нет, нам очень сложно без него. Вот сейчас мы, есть замечательный тоже конструктор, Рыжов Владимир Степанович, он нам помогает. Но Учкун, это архитект, это наследие Сергея Михайловича Шутягина, академика. Учкун тоже умничкин. Но я к тому, что когда ты как ресторатор или как ательер строишь свой проект в тандеме с архитекторами, там они говорят, вот так надо, и ты начинаешь с ними пытаться найти компромисс и объясняешь почему или они тебе объясняют почему, получается классно. Но как? Вас переспорить невозможно. Возможно. Особенно, когда Валерий Рашёвич не знает авторитетом давить. Но был гениальный случай. Валерий Рашёвич, наверное, лет 73-74, а Ябусуль Ильич ушел из жизни в 92. Ну и, соответственно, там как-то мы сидим, значит, и Валерий Рашёвич говорит, Эвэль Фридоховичу. Эвэль Фридохович, ну я понимаю, говорит, ну пацаны мы перед вами, поэтому не хотите с нами общаться. Было весело. Куда клубная культура подевалась? Вот как-то неожиданно бах, и все клубы вымерли. Что значит неожиданно? Её 20 лет уничтожали. Её 20 лет уничтожали мечом, не знаю, рейдами, Ну уничтожать стали уже в середине там. Её уничтожали с начала 2000-х годов, потому что я открыл бархан в 2004-м или 2005-м году сейчас. Точно не помню, в 2004-м. Вот. И в городе было всего 4 клуба, которые работали. А вот в 1995-м году в Ташкенте был замечательный Джон-клуб напротив Театра Эльхом. Наверное, у вас ещё тогда не было. Ну я помню название, да. Да. И были там куча интересных дискотек по Ташкенту. И Ташкент жил ночной жизнью. И многие же считают, что ночная жизнь это сразу извращения какие-то, это наркотики и всякая ерунда. Но на самом деле ночная жизнь это часть культурной программы туризма. И если правильно это организовать, то это и налоги, и рабочие места. И самое главное это посещение молодых туристов, которые тратят гораздо больше, чем бабушки с дедушкой, обнявшись по памятнику культурных наследий. И клубную культуру уничтожали. И уничтожали, я помню, когда мы сталкивались к сожалению с тем, что если мы в один час вечера не закрывались, в 12 часов ночи нам отправляли автобус, забирали всех официантов, а иногда могли и персонал, и гостей забрать. Якобы обкатать пальчики. Мы все проходили. Я действительно был потрясен, что бархан открывали вы. Это для людей моего поколения. Бархан был с моим коканским другом. Полгода строили. Через полгода нам зашел третий серьезный партнер. Ну и вот мы открыли бархан, и именно поэтому он работал всю ночь тогда, когда там три или четыре клуба всего работало в Ташкенте. Ну да, ну да. Ну и качали, нормально качали. Что случилось дальше-то с ним? Помните, у Путина спросили, а что случилось с лодкой? Он утонул. Она утонула, да. Да, его продали. Знаете, это было такое сложное, причем, причем, она должна, что относились-то к нам нормально, с уважением. Ну просто эта система была такая, вот, постоянно где-то кого-то приструнить, узурпировать, нагнуть, нажать. Вот это вот тяжело было, Кирилл. Очень тяжело было. Я жил в двухкомнатной квартире, оформленной на черте кого, потому что нужны были бесконечные деньги. Это парк Бабура, да? Да. Слава Богу, я ее в 2003 году купил, двухкомнатная, 100 квадратных метров. Сын у меня на кухне уроки делал, а мне мама говорила, прекрати строить ресторан, дострой свой дом. А дом я строил на тот момент 14 лет. В 16-м году я в свой дом переезжаю, и мой сын уже не делает уроки на кухне, а делает уроки в кабинете, у него еще отдельная спальня, и классный у меня дом такой, мы его 14 лет строили с хорошими архитекторами. Вот, потом я его тоже заложил в банк, потому что нужно было кредитное развитие проекта Малокольцевой. В 20-м году, во время пандемии, из-за того, что я не мог отдать кредит вовремя, меня попросили из дома выехать, его с аукциона продали. И вот мы, я и два моих сына, мы выезжаем из дома, они говорят, папа, где мы будем жить? Я нашел в аренду дом, до сих пор в нем живу, ну и одержим устрою. Вот вам, вам нужны были острые факты? Пожалуйста. Ну, вы рисковали, товарищ Семенович. Я люблю то, что я делаю, и я, как хороший пилот, я знаю, где я пролечу. Единственное, что я рискую, я люблю риск, и если вернуться назад, я бы, вот интересно, еще один вообще жареный факт. Смотрите, когда ты сильно занят, ты начинаешь своим ребятам давать возможность работать с фидперсонами. То есть, ты уже не сам встречаешь каких-то больших людей, а проще это сделать, управляющих, замов, еще кого-то. И потом, твои же собственные управляющие или твои собственные замы вдруг становятся своими начальниками, потому что у них есть влияние на очень больших персон, и они через них начинают тобой регулировать, там, например, а он просил, чтобы вы закрыли ресторан для его жены и трех ее подруг, чтобы там никого больше не было. Ты говоришь, как закрыться, что, с ума сошел, что ли? Люди придут, что? И он ему говорит, слушай, я шефу сказал, он сказал, не закройте, позвоните ему, сами скажите. То есть, из твоих замов получается, твои враги. Хорошо, спасибо. На сегодняшний день управление большими персонами полностью лежит на мне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok